МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время, во вторник, в эфире телерадио-компания Щелкова, программа «Диалог», и я, ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. У меня сегодня в гостях начальник Щелковского управления записи актов гражданского состояния, главного управления ЗАГС Московской области, Галина Авдеева. Здравствуйте, Галина Петровна. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я очень рада, предоставленной мне возможности, поприветствовать вас в сегодняшний зимний праздничный вечер. Ну что, спасибо. Я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям. Ну, пока наши зрители собираются с мыслями, готовят свои вопросы для прямого эфира, давайте, как водится, начнем с подведения итогов за прошлый год. Что изменилось у нас в районе с нашим народонаселением? Каковы итоги? Щелковское управление ЗАГС, наверное, одним из первых среди организаций и учреждений, подводит итоги прошедшего года. Пока наши граждане встречают Новый год, первого числа мы уже на службе и подводим итоги ушедшего 2015 года и начинаем работу в новом 2016 году. И хочется отметить, что итоги ушедшего года по основному виду нашей деятельности это государственная регистрация актов гражданского состояния. За 2015 год мы зарегистрировали 7882 акта. Это больше, чем за сравнительно 2014 год. И особенно приятно отметить, что возросли показатели по регистрации рождения. Рождение зарегистрировано 2767 рождения, что больше, чем в ушедшем 2014 году на 82 рождения, это на 3%. Приятно отмечать такие хорошие цифры, хотя, когда мы сравниваем с регистрацией смерти, регистрация смерти несколько тоже показателей возросли. В 2015 году зарегистрировано 2140 смертей, что на 17 больше, чем в году 2014. Но в любом случае у нас в нашем Щелковском муниципальном районе рождаемость устойчиво превышает показатели смертности. И надо сказать, отметить, что по Московской области таких районов не так много, 17, и мы входим в число вот этих районов, в которых рождаемость превышает смертность. Ну, здесь, наверное, нельзя говорить о том, что что-то плохо, что и смертность возросла. Наверное, просто связано еще и с тем, что население района увеличилось за истекший год, поэтому и людей больше встало. Безусловно, мы отмечаем при регистрации рождения, что идут молодые граждане из новых микрорайонов, рождаемость в этих микрорайонах больше всего, там больше проживает молодых. Притом, с каждым годом мы отмечаем, что увеличивается количество рождений в семьях не только первого, но второго, третьего, а также последующих детей. Материнский капитал делает свое дело, и количество... Который возрос, кстати, и еще возрастет в этом году. Таких, вторых и третьих детишек в семье также возрастает. Ну, а тогда вот если по количеству детей, родившихся, как у нас обстоят дела с двойнями и с тройнями? Очень высокие показатели по рождению двойни. У нас в 2015 году родилось 33 двойни и одна тройня. Мы вошли уже в тот... У нас очень долгий период времени не было в районе тройн. В 2014 году у нас было две тройни, а в прошлом году одна тройня. Так что вот такие есть родители, у которых трое ребятишек. Но вот вы назвали абсолютные цифры, да, так будем говорить официально, да, записей актов гражданского состояния по количеству, а все-таки самое большее количество именно рождений, да, вот по сравнению с другими записами. Безусловно. 2767 рождений и 2140 смертей. 1463 брака. Удивительная особенность. На один брак мы превысили показатель 2014 года. Все-таки большее. Все-таки ушли вперед. Ну а обратная сторона брачной медали, так скажем, разводы. Разводов 959, что на 10% меньше, чем 2014 год. Ну тут понятно, может быть, я немножко отвлечемся от статистики. И вот как вы сами считаете, разводов почему тут меньше стало все-таки? 10% солидные цифры. Это семьи крепче стали или, может быть, какие-то внешние условия? Хотелось бы надеяться, что укрепляются семьи. Ну я думаю, здесь такие цифры плавающие, они зависят просто от того, что разводы, расторжение браков не только в ЗАГСе, но и в судебном порядке производится. И граждане, которые оформили уже в суде расторжение брака, то есть брак уже прекращен, но они просто не успели дойти до ЗАГСа, чтобы получить свидетельство о расторжении брака. Окончательный документ. Поэтому, возможно, вот такие показатели снижены. Я очень надеюсь, но мало верю в то, чтобы разводов стало меньше. Нет, уровень приблизительно одинаков идет по вот этим показателям. Ну а другие, так скажем, направления вашей деятельности, я имею в виду это и усыновление, и выдача повторных свидетельств, ну в общем, все, чем вы обычно занимаетесь. У нас в нашем районе всегда большая цифра по установлению отцовства. Это тот акт гражданского состояния, когда родители не состоят в браке, но это родные дети отцов, и они приходят вместе с мамой, устанавливают свое отцовство. И запись об отце в книге рождения производится, и выдается свидетельство о рождении, такое же, как у родителей, состоящие в браке, где написан и отец, и мать. Это называется установление отцовства. Цифра эта тоже у нас растет, 345 установления отцовства. То есть папа, даже если по какой-то причине в брак не вступили, а причины разные бывают, мы тоже с вами об этом поговорим, но все-таки детей своих они признают. А вот усыновление, это когда усыновляют уже чужих детей. И эта цифра у нас тоже увеличилась до 44 против 40 в 2014 году. Ну вот если вернемся к установлению отцовства, насколько я понял, значит, если пара официально в браке не состоит, то обязательно они должны пройти через эту процедуру усыновления отцовства? Или можно просто прийти вдвоем, сказать, что мы не браки, живем в гражданском браке, да, как это называется, и хотим записать сразу или нет? Ну вот давайте обсудим этот вопрос, потому что здесь некая путаница, может быть, есть в понимании законодательства. По нашему семейному праву запись об отце может быть произведена только в двух случаях. Когда родители состоят в браке, так называемая презумпция отцовства, в любом случае, если брак есть, отцом записывается супруг. Как по жизни бывает, а ситуации в жизни сейчас совершенно разные. Можно состоять в браке, но не проживать с этим человеком, не оформить расторжение брака, родить от другого мужчины. А по законодательству отцом будет записан только супруг. Это первый путь. А второй путь – это установление отцовства. Когда по взаимному согласию мужчины и женщины, не состоящих в браке на момент рождения ребенка, они приходят, подают заявление, где мать подтверждает, что этот гражданин является отцом ребенка, а отец ребенка принимает на себя эти обязательства, и подписывая заявление, что он является отцом ребенка, тем самым устанавливается его отцовство, берет на себя соответствующие и права, и обязанности. Кстати говоря, установление отцовства в добровольном порядке не позволяет отцу ребенка в дальнейшем, даже в судебном порядке, оспорить свое отцовство. То есть если ты единожды принял такое решение, признать себя отцом ребенка, мы не говорим сейчас о биологическом отцовстве. Никто в ЗАГСе этот вопрос не задает. Это дело отца и матери ребенка. И отец, мужчина, будучи даже биологически не отцом ребенка, если он решил взять на себя отцовские обязанности, закон ему это право предоставляет. А вот обратного хода в таком случае нет. Приняв однажды на себя обязательства отцовства, он даже в судебном порядке уже их не оспорит. Ну а если, скажем так, эта семья распалась, да, ну я сам не очень приятные вещи говорю, скажем, вот они жили, не будучи расписаны, так скажем, да, а потом женщина нашла себе другого и официально вышла замуж. И тот мужчина сказал, что да, я вот хочу усыновить того ребенка, который уже записан, отец которого записан до него. А вот такая ситуация возможна. И в такой ситуации это уже судебный порядок усыновления, когда отец ребенка отказывается от отцовства своего в пользу того, кто берет на себя обязательства отцовские и усыновляет уже ребенка. Ну что значит отказываться? А если он не отказывается, такие могут быть все равно споры? Конечно. Допустим, вот новый муж, да, с которым расписано официально. Как можно усыновить ребенка, если у него есть отец, который не желает усыновления, а желает сам, ну помимо желания быть отцов, надо еще свои и обязанности соблюдать. Вы знаете, очень тонкая тема по сегодняшнему дня, и она достаточно актуальна. Мы знаем, у нас и наша жизнь не социальная, не совсем простая, и у молодежи много вопросов вот таких, не совсем понимания уже вот этого процесса, поэтому здесь надо четко расставить вот точки над «и». Если есть уже указан отец ребенка, очень часто вот мамы разводятся с отцом, тот не растит ребенка, не навещает, и приходит и говорит, все, вычеркните его отца, он нам только вот эта запись мешает, он не растит, и что? Надо понимать, что права у отца-оттери по Семейному кодексу Российской Федерации одинаковы. Если в свидетельстве о рождении ребенка записан отец и мать, в случае развода, непроживания вместе, это не навлекает уже на какие-то изменения в документе о рождении, в записи отцовства. Отец записан, мать записана, значит, они официально являются родителями, законными представителями ребенка. Только судебный порядок, лишение родительских прав, либо исключение сведений об отце может изменить эту ситуацию. И надо понимать, что вот от желания мамы, допустим, или ребенка, не всегда все зависит. В такой ситуации, если отец не воспитывает ребенка, надо доказать в судебном порядке и лишить его родительских прав. Тогда уже будет другой выход из этой ситуации. Ну, мы с вами, Даня, немножко на нагрузную тему, наверное, стали говорить. Такой вопрос очень многих зрителей, он не то что волнует, но проявляет крайне щепетильный интерес. Сейчас, ну, тоже касается статистики, конечно, популярность имен в нашем районе, да, в целом по стране вроде как известно. Вот в Щелковском районе какие имена самые популярные среди новорожденных мальчиков, девочек? Я думаю, что мы ненамного отличаемся от в целом по стране. Сколько лет мы говорим о популярных именах, они у нас, в общем-то, из года в год повторяются. Для мальчиков это опять Артем, далее идут Максимы, Иваны, Александры, то есть, в общем-то, те имена, которые много лет у нас на слуху. У девочек это Мария на первом месте, Анастасия, Анна. Догоняют их удивительные имена, которые ранее не столь часто встречались, такие как Полина, Варвара, входят в десятку наиболее популярных. Вообще, вот надо сказать, когда выбираешь статистику по имя-наречению, отмечается такая особенность, что родители более изобретательны, когда дают имя родившейся новорожденной девочке. Тут большее разнообразие выбора имен, чем у мальчика. То есть вообще женских имен больше? Вообще женских имен больше, и их разнообразие гораздо больше, чем мужских. То есть, когда называют мальчиков, как-то более традиционно. А вот девочек здесь такое многообразие имен. Притом здесь надо вспомнить, что у нас модное достаточно течение по двойным именам, и отмечается это только при имя-наречении девочек. Мальчикам почему-то двойных имен не дают. То есть Жан-Полей у нас нет. Нет. А вот девочек и Марии Евы, кстати говоря, вот по тому же имени Ева достаточно популярным. Если за прошедший год Адам был всего один, то Евой нарекли аж 20 девочек в нашем районе. Популярное имя тоже стало достаточно. Ну и вообще оно, по-моему, чаще встречается. Даже имя таких уже более великовозрастных персонажей. Вот когда мальчиков, даже вот редкие имена, вот мы раньше говорили с определенным моментом, как-то стали популярны старорусские имена, то теперь вот я выбрала и оказалось, что у нас вот Елисеев, Гордеев, Добрынь не так и мало. По пять вот Елисеев, четыре Гордея, Лука, Мирон тоже распространенные стали имена. То есть вот старые русские имена мальчиков, особенно мальчиков. У девочек более изобретательные, как я сказала, имена с корнем Слава. И Мстислава, и Ярослава, и… Это все славянские корни опять. Да, 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 все вот такие корни. Ну, особо изобретательные родители тоже всегда находятся. Был у нас такой мальчик, как Алмаз. Я думаю, что ему по жизни с этим именем придется соответствовать. Вот. Девочка была у нас Ясна. Вот такой тоже… Ясна. Ясна. Ясна, да. Хотя вот изобретательность опять-таки, ну вот возьмем имя Екатерина. И Катерина, и Катрина, и какими угодно вариантами. То есть вот понимаете, вот родители подходят не только совсем уж имя необычное, а из обычного имени сделают вот какой-то вариант. Такое тоже бывает. Но в паспорте и свидетельстве о рождении будут написаны именно вот этот вот экзотический вариант, да? Безусловно. Я неустанно всегда повторяю, особенно вот в современной жизни, что самое важное. Вот когда я регистрирую личное рождение, вручая его родителям, я всегда говорю, вы получили самый первый, но самый важный документ в жизни человека. Именно с этого документа все начинается. И любое написание имени, даже вот пресловутая в нашем обществе буква Е и ЙО, уж коли вы нарекли сына Артемом, будьте добры следить, чтобы во всех документах писали его имя правильно, с буковкой ЙО. И тогда у ребенка... А то подумает, может, Артем. Да, да. Ну вот, поэтому, как написано в свидетельстве о рождении, уже никаких других вариантов имени быть не можем. Нарекли уж, если тебя не София, Соня, значит, быть тебе под жизнью всегда Соней. Ну, а помимо алмаза и ясно, еще какие-то экзотические имена встречаются? Разве вы сказали, богатая фантазия у наших родителей? Ну вот, опять-таки говорю, повторяюсь, вот экзотические. У нас статистика дает не столь экзотических, как редких имен. И вот отмечаю всегда, что вот мода на имена, конечно, существует. И вот имя мое, Галина, которое было там в некие года крайне популярным, за прошлый год всего одна Галина была наречена. То есть, вот понимаете... И то, наверное, в честь кого-то, да, скорее всего? Ну, наверное, да, да. Бабушки или... Очень часто встречается, особенно это, конечно, в мужских именах прослеживается, когда дают имя ребенка по дедушкам. Да, это видно, это традиции русские, они существуют, видимо, есть. И как-то вот имена своих родственников пытаются увековечить. Ну вот мы сейчас много говорим вообще во всем. Во всех проявлениях об инновациях. Хотелось бы спросить, какие-то новые формы обслуживания населения? Щелковское управление ЗАГС внедрило в прошлом году? Ну, опять же, с точки зрения удобства для наших жителей. Конечно, прежде всего в своей деятельности Щелковское управление ЗАГС и наше главное управление ЗАГС Московской области, оно прежде всего руководствуется удобством граждан. И именно для удобства граждан было создано... Надо сказать, что мы не первые в Московской области были здесь. Мы догоняли другие регионы. Не очень просто решался этот вопрос по открытию удаленного рабочего места в родильном доме города Щелково. Поясню немножко, что это такое. Значит, родил ли в Щелковском роддоме? Не выходя, не отправляясь еще домой, получив документ медицинский о рождении, теперь родители имеют возможность зарегистрировать своего новорожденного ребенка в нашем удаленном рабочем месте. Ну, мне кажется, даже пояснять не стоит, насколько это удобно. У родителей могут быть маленький ребенок, безусловно, потом как-то оторваться от него, выехать для регистрации, как бы не быстро мы ее делали, это уже потеря времени. А здесь, пожалуйста, выходя из роддома, имеют уже документ, с которым можно получить и дальнейший медицинский полис для обслуживания ребенка, и прописать ребенка, все остальные, все услуги получить. Крайне удобное, конечно, было мероприятие. Не просто нам было в нашем родильном доме, в тех условиях, в которых родили, в стесненных условиях, так скажем. Но спасибо руководству районной больницы, пошло нам на встречи, выделили уголок нам для регистрации. Мы начали этот процесс, и пусть пока, я вам честно скажу, что пока небольшое количество рожениц регистрирует рождение в роддоме. Ну, вот я хочу сказать, используется популярность этого слова сейчас? Ну, прежде всего потому, что, может быть, не очень много рожениц уже в нашем роддоме и находится. То есть мы сейчас в процессе того, когда будет переведен в новый строящийся перинатальный центр, когда, безусловно, это будет уже немножко другого уровня категория обслуживания населения. И именно, как мы прогнозируем, в перинатальном центре сама вот эта услуга по регистрации на удаленном рабочем месте, она будет выглядеть несколько иначе и будет пользоваться уже более таким спросом у населения. И будет работать постоянно? Будет работать. В любом случае, это место открыто. А жизнь покажет. Если будет больший спрос, и график будет меняться под нужды населения, будем регистрировать и не два раза в неделю, а чаще, это уже покажет спрос. Это вот одна сторона вот таких инновационных действий в Щелковском управлении. А второе – это открытие, регистрация смерти по понедельникам. Тот вопрос, который решен теперь в отделе номер один Щелковского управления ЗАГС. И вот, пользуясь случаем, для населения мне хотелось бы довести эту информацию, что теперь в отделе номер один, который расположен в поселке Монино, в здании администрации Монинской, где у нас функционирует этот отдел, то регистрацию смерти можно произвести по понедельникам. Ну, я как раз хочу уточнить тоже для наших зрителей, да, с чем это связано. Потому что, конечно, очень многие хотят именно по православным канонам похоронить близкого человека именно на третий день, как положено. А, соответственно, если, скажем, умер в субботу вечером, то, конечно, в воскресенье, понедельник отделы ЗАГС и управления ЗАГС закрыты. Поэтому, естественно, очень сложно будет похоронить. Соответственно, если вы в понедельник открывается, пускай один на весь район, но, тем не менее, конечно, можно доехать и до Монина, до первого отдела, и с раннего утра, с 9 часов, да, зарегистрировать уже смерть. И, соответственно, в этот день оформить все нужные документы для захоронения. Ну, а помимо вот таких вот серьезных мероприятий, хочу спросить, регистрация всех этих актов гражданского состояния можно оформить в электронном виде? Не устану, опять-таки, в последние годы говорим об электронных заявках. Мы, как любое государственное учреждение, идем в ногу со временем, и, безусловно, у нас большой теперь объем от заявок от граждан идет в электронном виде. Работает наш сайт Мосрекру, главного управления ЗАГС Московской области, где принимаются заявки по всем видам регистрации актов гражданского состояния, начиная от рождений, смерти, браки, развода и так далее. То есть все виды актов заявку можно подать в электронном виде. Ну, особой популярностью, конечно, электронные заявки пользуются по бронированию даты и времени регистрации брака. Опять-таки, поясню, по какой причине. У нас только заявление на брак и на расторжение брака имеет протяженность во времени. То есть со дня подачи заявления на регистрацию брака должен пройти определенный срок, и то же самое по расторжению брака. Все другие виды услуг регистрируются в день обращения. Поэтому здесь уже выбор гражданина. Подавать ли ему заявление в электронном виде, получать электронную очередь и возможность прийти и в назначенное выбранное время без очереди получить услугу, либо прийти в орган ЗАГС и все равно в этот же день оформить то, что, в общем-то, и привело его в ЗАГС, получить ту услугу. Смею надеяться, что население Щелковского района оценивает правильно нашу работу. Мы стараемся как можно меньше времени, чтобы гражданин проводил в очереди. И я неоднократно слышу от граждан, когда они приходят к нам на прием, что действительно период ожидания у нас сокращается, хотя количество сотрудников у нас остается прежним. Здесь, наверное, сказывается то, что у нас постоянно работает администратор, который контролирует поток населения, которое приходит к нам со своими заявлениями. То есть важно вовремя оказать человеку консультативную, может быть, помощь, потому что не всегда правильно понимает, в это ли учреждение пришел, здесь ли он должен получить ту или иную услугу. И вовремя рассказать, помочь ему, помогает избежать очередности в органе ЗАГС. Ну что ж, спасибо. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут. Уходим на перерыв. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии. 567-1440, 567-1450. И напоминаю, что сегодня в гостях у меня начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева. Еще раз добрый вечер, Галина Петровна. И давайте продолжим наш разговор о том, с какими достижениями пришли мы по итогам прошлого года. Перед перерывом мы начали говорить о том, какие новые формы внедряет Щелковское управление ЗАГС в работе с населением. И хотел еще раз спросить о том, что одним из достижений прошлого года в нашем районе это было открытие многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. Принцип одного окна, конечно, это очень полезно, экономит время. Деньги, может быть, не очень, конечно, но тем не менее. Хотелось бы спросить, а управление ЗАГС оказывает услуги через МФЦ? Да, у нас есть соглашение с многофункциональным центром по совместной деятельности, но здесь немножко наоборот идет. То есть МФЦ, если обращается гражданин в МФЦ, принимает документы, и потом уже обращается к нам в Щелковское управление за оформлением тех документов, которые истребовали граждане. Я уже до перерыва упоминала о том, что наша деятельность, она вот немножко своеобразна в том плане, что у нас в основном услуга оказывается в день обращения. И поэтому, может быть, у нас и в этом плане меньше обращений от МФЦ. Гражданам просто удобнее прийти в Щелковское управление ЗАГС и получить документ в день обращения сразу у нас, чем даже в одном окне в МФЦ ожидать этого документа. Поэтому обращений через МФЦ у нас пока крайне мало. Вот мы продолжаем работать с населением напрямую. Ну а вот в продолжение темы, да, как сэкономить деньги, материальные средства. Конечно, у нас все дорожает сейчас. Все услуги как-то сильно изменились? Расценки на деятельность ЗАГСа? У нас изменились, значит, при получении государственной услуги в органах ЗАГС, гражданин обязан в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации оплатить государственную пошлину. И размеры этой государственной пошлины были изменены с 1 января 2015 года. Ну, если за самый массовый вид обращения, это получение документов из архива. Мы вот, кстати, с вами еще об этой деятельности не поговорили. Регистрация актов гражданского состояния – это наша главная деятельность. А вот выдача документов из архива – это тоже очень большой блок вопросов, который решается, в общем-то, для каждого гражданина. И обращений по этих вопросам с каждым годом больше. Вот мы за 2015 год выдали почти 3000 одних только свидетельств из архива. Я напомню нашим слушателям, что в Щелковском управлении ЗАГС хранятся архивные книги с 1926 года по настоящее время, по регистрации рождений, смертей, браков и так далее. В современной жизни наличие своего личного семейного архива в каждой семье – это процесс, в общем-то, обязательный. И к нему рано или поздно приходит любой гражданин. Поэтому я всегда, при любой предоставленной мне возможности, пользуясь случаем, я напоминаю гражданам, чтобы они не доводили этот процесс до последнего дня, а заранее, в общем-то, проверили наличие документов в своем семейном архиве и обращались к нам в наше управление за получением документов либо за помощью об истребовании этих документов. Документы необходимы. И поэтому выдача такого документа, госпошлина за него – 350 рублей. Ну вот в сравнении с предыдущей расценкой – 200 рублей. На 150 рублей выросло. Ну, не так мало вроде бы. Но в свете расценок… Но пока все фиксируется, да? Повышать не планируется. Еще в этом случае мне хочется сказать, для удобства граждан в нашем управлении установлен был терминал. Тоже вопрос, который, особенно люди молодые, современные, спешащие, безусловно, которым надо быстро произвести все операции, конечно, очень удобно. Придя в управление, оплачивают госпошлину прямо в нашей приемной и тут же получают документы. Так что чуть больше возросла расценка на расторжение браков. Вот поэтому число разводов и снизилось. Да, наверное. Сумма 650 рублей для некоторых, в общем-то, показалась существенной. Особенно по сравнению с браком. Для вступления в брак нужна одна квитанция на двоих за 350 рублей. А вот развестись уже каждый должен оплатить от себя свою личную госпошлину 650 рублей. Так что подумайте, развод обходится гораздо дороже. Это только финансовое выражение. В моральном я уже не комментирую. Такая расценка, как подача заявления на перемену имени, больше всего выросла в цене. То есть 1600 рублей при подаче заявления взимается в госпошлину. Но я хочу сказать, что люди, которые решили поменять себе фамилию, имя или отчество. А часто это встречается? По крайней мере, за прошлый год. Вы знаете, вот такая стабильная достаточно цифра для нашего района. То есть это около 200 человек в год. Чуть меньше, чуть больше подают заявления. Но они есть всегда. И когда уж человек приходит к такому решению поменять, для него мало уже существенной суммы. Будь она тысячи, а будь она пять тысяч. Да, потому что, как правило, тут уже такие идут рассуждения, что поменяю имя, жизнь изменится, станет совсем другой. Это уже мелочь в случае оплаты госпошлины не играет роли. Твердое убеждение, что со сменой имени жизнь обязательно улучшится. Ну а вот если продолжить тему, что чаще меняют, имя или фамилию? Ну я, конечно, не беру смену фамилии при регистрации брака. Нет, я говорю о другом. Смена фамилии при регистрации брака, она входит в саму процедуру заключения брака и не требует дополнительной оплаты. Здесь только желание мужа или жены взять фамилию мужа или жены. И все это происходит автоматически при регистрации брака. А вот перемена имени, так называется этот акт, а в понятие имени входит уже и фамилия, и собственное имя, и отчество. То есть поменять можно все, фамилия, имя, отчество, на любое, какое человек выбирает, было бы желание. Ну здесь, конечно, большинство случаев это изменение фамилии супругой, которая по какой-то причине при вступлении в брак не захотела, либо не имела возможности физической это сделать, либо наоборот, при расторжении брака, не желание оставлять фамилию бывшего супруга, приходят к этому решению с течением времени и берут там свою девичью фамилию, что-то другое. Чаще всего меняют фамилии. Ну безусловно, есть и такой момент, когда люди меняют имена, и имена меняют именно вот по причине, при том люди вот когда приходят к решению поменять имя, им надо обязательно рассказать, по какой это причине. То есть я вот знаю, что вот это имя, оно мне было, наверное, предназначено, поэтому вот я его беру. Вот. Ну а отчество меняет, как правило, опять-таки, ну по причине, мне кажется, скорее всего, дети, которых, может быть, растили отцы чужие там или что-то, тут уже чисто такие внутренние вопросы. Причину перемены в сотрудник ЗАГСа не вникает. То есть человек сам в заявлении пишется. То есть не спрашивает, почему вы захотели. Хотя есть в заявлении, в форме заявления такая строка есть, причина перемены. Ну, по желанию заполняет, и, как правило, здесь ограничивается тем, что желание носить другое имя, не вдаваясь уже в подробности, почему возникло это желание. Ну а если так, скажем, наверное, конечно, может быть, это редко встречается, но, тем не менее, я знаю, что уже даже в это вошло, по-моему, в какие-то юридические инструкции, да, смена имени и фамилии при перемене пола, то есть биологический фактор. Есть у нас такие случаи? Вы знаете, есть, не буду говорить, что они были в 2015 году, есть такие факты, и в Щелковском районе они были, но вопрос этот крайне сложный, крайне индивидуальный. Он проходит не только по медицинским показателям и медицинскими документами, но он обязательно, в общем-то, не может пройти без судебных решений, потому что нет возможности у органа ЗАГС ввести вот затеянную медицинскую процедуру до документального завершения без участия судебных органов. Сложные процедуры, кто идет на нее, должен, в общем-то, понимать, что крайне сложно решается она. Но пути решения юридически существуют. Ну и закончим тогда уже финансовую тему. Повышение пошлины мы сказали, где-то больше, где-то меньше. Ну а те услуги, которые были бесплатные, так бесплатными остались, да? Да, безусловно. Ну, если можно, напомните нашим зрителям, что какие именно услуги оказываются бесплатными? Ну, во-первых, получение тех же документов, когда они требуются для оформления пенсии в пенсионный фонд, все справки об изменении фамилии женщины выдаются из архива бесплатно для оформления пенсии. Дальше категории граждан, которые, они и по другим видам, они освобождены от каких-то уплат, также от уплаты госпошлины. Это прежде всего ветераны войны и прочие категории граждан, которые к этой категории приурочены. Регистрация рождения, регистрация смерти производится бесплатно. А вот об установлении отцовства, о котором мы говорили, вот уже здесь потребуется оплата госпошлины. 350 рублей за установление отцовства, если вы не вступили в брак и решаете установить отцовство, госпошлину надо заплатить. Расторжение брака и заключение брака с оплатой госпошлины, установление бесплатная процедура. Ну, про перемену я сказала. Есть еще один вид деятельности, это внесение исправлений. К сожалению, за период деятельности как органов ЗАГС, так и вообще жизни каждого человека может происходить много всевозможных нюансов. И в документах встречаются и ошибки, и разночтения. Поэтому приходится заниматься вопросом исправления этих ошибок. Тут тоже вопрос решается различными способами. Если это действительно ошибка, допущенная по вине работника ЗАГС, она исправляется бесплатно. Если это какие-то другие виды изменений, за них взимается госпошлина. Но все это достаточно в пределах разумного. Я никогда не слышала от граждан, чтобы они говорили о каких-то чрезмерных финансовых затруднениях при осуществлении и получении наших услуг. Галина Петровна, хотелось бы спросить еще о том, какую работу с населением, помимо своих постоянных обязанностей, так скажем, проводит Челковское управление ЗАГС, скажем, факультативно. Есть ли какие-то новшества в минувшем году? Безусловно, как, наверное, любая организация, мы не стоим на месте, и мы не занимаемся только непосредственно той доверенной государственной работе по регистрации актов гражданского состояния. Наши жители, которые достаточно часто бывают в нашем учреждении, как я говорю, ни один гражданин в своей жизни не пройдет мимо ЗАГСа, они видели те изменения, которые произошли у нас после ремонта, и внутренние наши... Красиво очень. Красиво. А потом вспомним нашумевшую историю в нашем районе, когда проверялась доступная среда, мы об этом не поговорили. Это гордость, в общем-то, нашего учреждения, что оно практически обустроено для инвалидов, для граждан, которым сложно осуществлять вот свои вот действия такие. У нас есть и пандус, пожалуйста, у нас есть и всевозможные приспособления в самом органе ЗАГС, и у нас приходят граждане и колясочники. И когда вот это была наша акция по проверке учреждений с Оксаной Пушкиной, мы достаточно достойно выглядели. А как раз ваш сосед, вот Щелковский городской суд, как раз очень много нареканий получил по этому поводу. Подкачал он в этом вопросе, да. Мы старались учесть эти вопросы уже про проведение ремонта, потому что мы знаем, что к нам такие категории граждан постоянно приходят, и они должны обслуживаться на должном уровне. У нас работает и обновляется всегда детский уголок, где родители, пришедшие на прием с ребятишками, могут их как-то развлечь в период ожидания. У нас ежемесячно проводятся дни открытых дверей, когда мы привлекаем в свое учреждение и наших коллег, например, из пенсионного фонда, из миграционной службы, которые консультативную помощь окажут граждан, пришедшим на прием. У нас действует постоянно школа молодой семьи, и вот об этой деятельности мне хотелось бы сказать особенно, потому что я считаю, что именно молодежь должна побывать в органе ЗАГС не только тогда, когда ее приведут туда дадут желание вступить в брак. Молодежь воспринимает наш орган именно как… Официальный строгий такой орган. Ну когда, да. Что такое ЗАГС? Ну где свадьба? Да, это самый распространенный ответ. И вот когда проводятся такие школы молодой семьи, к нам приходят на экскурсию, и наши частые гости – это студенты колледжа инновационных технологий, у нас уже с ними давние дружеские связи, любят к нам приводить своих студентов, и колледж экономики и права Щелковский, и старшеклассники школ. Вот в ближайшую пятницу у нас придут старшеклассники из школы имени Комарова Звездного городка. Я сама очень люблю эти мероприятия, потому что это живое общение с населением, особенно с молодежью, которое открывает в себя в работе органа ЗАГС совершенно новые грани, о которых они просто не подозревали. И когда я их привожу в наше архивное хранилище и спрашиваю, а есть среди вас, кто родился в городе Щелково, ну, Лес Рук, конечно, в основном всем местный, я говорю, вы знаете, а вот про каждого из вас здесь стоит книжка, в которой есть запись, в которой вот вы, когда родились, и всё там написано. И у него глаза загораются вот на эту книгу посмотреть, но это живая история. То есть вот мало кто представляет, но имеет в себе свидетельство о рождении. А здесь вот запись, которую вели по каким-то правилам, которая вот теперь хранится. Хранится она вот в таких книгах. То есть как в музей переходят. Конечно, конечно. И они видят, сначала они прошлись, посмотрели наш зал регистрации, посмотрели всё, как это обустраивается, что, а потом они посмотрели, как работает, что такое работа в органе ЗАГС. И потом мы с ним садимся за круглый стол и обсуждаем все наболевшие у молодёжи вопросы. То, что они слышали, то, что там кто-то сказал, все вопросы, никогда у нас не проходит вот такое общение в этой школе, как вот моя лекция, например. Это обязательно диалог между мной и молодёжью. Ну и чаепитие ещё тоже. Обязательно, обязательно. Ну как принять гостей без чаепития? Поэтому вот это тоже такая популярная форма. Но я не говорю уже о том, что когда наше главное управление проводит акции, и жители тоже, возможно, видели, когда у нас совместно с ГИБДД проходила акция, когда мы забирали новорожденных детей и на нарядных машинах провозили сразу из роддома для регистрации в отдел ЗАГС. Когда у нас проходила неделя вежливости, и мы выходили сами на улицы города, в общем-то, с определёнными вопросами, может быть, несколько такого и юмористического характера, ну, немножко поднимали настроение населению и напоминали о себе, напоминали о том, что есть такие семейные ценности, которые надо беречь и хранить. И, в общем-то, помнить, что семья, наверное, для каждого — это одно из главных достояний. Прошедший год у нас была знаменательная дата, когда вся страна праздновала 70-летие Великой Победы. И мне хочется сказать, что и в этом плане мы не остались в стороне. Ещё в марте месяце у нас стартовала акция «Открытка ветерану», когда молодожёны, пришедшие на регистрацию брака, подписывали открытки для ветеранов с пожеланиями, с какими-то своими добрыми словами. И потом, 9 мая, мы, чествуя ветеранов, передавали вот эти поздравления молодожёнов. чествовали юбиляров и супружеской жизни, и участников Великой Отечественной войны. То есть тоже к этому событию мы готовились определённым образом. – Ну вот хотелось бы сказать, опять же вернёмся к заключению брака, популярным становится ещё и какую-то определённую дату заключать брак. Можно, бывает так, что для молодожёнов, для жениха с невестой какие-то определённые памятные дни есть. Ну, общепринято, конечно, чаще всего, наверное, заключают браки на Красную Горку. Да, вот если можно подробнее об этом. – Безусловно, каждая пара индивидуальна, и её представление о своём торжество также индивидуально. И очень часто мы слышим, как от молодёжи, так, может быть, и более зрелых людей, мы хотели бы вступить в брак вот именно в эту дату. Притом для каждого она может индивидуально звучать, как какая-то дата, например, для страны. И надо отметить, что в прошлом году мы работали во все государственные праздники, и у нас регистрировались браки даже на 9 мая. Но чаще у людей есть какие-то свои внутренние семейные ценности, семейные даты, которым, наверное, хочется и свою дату приурочить. Я всегда говорю в этом случае, что мы при любой возможности исполняем желания тех, кто вступает в брак. Ну, зачем препятствовать человеку в том, что он хотел бы, если это возможно? Есть ли ЗАГС выходной в этот день? Вот это да. Допустим, кто-то хочет расписаться, пожелиться, скажем, в день своего знакомства, или, не знаю, в день своего рождения. Возможно это? А тут раз и воскресенье. Да, да, такое случается, как и в этом году, 14 февраля, который наша современная молодёжь, в общем-то, как день влюблённых отмечает и желает зарегистрировать брак. К сожалению, в этом году у нас выпало на воскресный день, поэтому не получается зарегистрировать 14 февраля. Вот тут мы бессильны. Мы государственное учреждение, режим работы наш существует, и здесь мы уже никак не можем выйти в воскресенье, чтобы зарегистрировать, по желанию, воскресный день. Но все знаменательные даты, как вы сказали, Красная Горка, когда у нас пик всегда свадебных церемоний, конечно, и вот здесь вот я как раз хочу повториться, что бронирование даты и времени регистрации брака очень помогает именно тем парам, которые желают в какой-то определённый день зарегистрировать. Они выбирают этот день заранее, они бронируют эту дату и заранее уверены, что их зарегистрируют в выбранный ими день. Ну и это лучше делать, чем раньше, да, тем лучше. А сейчас возможность есть подавать электронную заявку за полгода. Пожалуйста, на летний период уже идёт бронирование, желающие пары могут это уже осуществлять. Ну а кто не успел и опоздал? Я говорю, хочу 5 июня, да, скажут, а уже мест нету. Нет, такого быть не может. Нет, нет, всё разумный подход к этому процессу, потому что половина мест всё равно остаётся на так называемую живую очередь. То есть если придёт в те сроки, когда закладательством установлено, то есть максимум за два месяца ЗАГСы принимают, всё равно подадут заявление на желаемую ими дату. Галина Петровна, а планируется, скажем, выездная регистрация брака в каких-то особенных памятных местах нашего района? Насколько я знаю, летом прошлого года вышло даже постановление правительства Московской области о том, чтобы регистрировать брак, можно было на территории памятников истории и культуры нашего региона. Обозначили 10 мест, но вот, к сожалению, Щёлковский район, Щёлковские достопримечательности туда не вошли. И мы, со своей точки зрения, на нашем уровне районном можем что-то предложить? Я думаю, что это наше будущее. Да, такой проект существовал. Он был, в общем-то, задуман ещё раньше. Назывался проект «Свадебное кольцо Подмосковья». Осуществлялся совместно с Министерством культуры Московской области. И в прошлом году, как итог этого проекта, было обозначено 10 вот таких памятных мест, где регистрация брака проводится в выездной форме. Это Кремль, это усадьба. В Щёлковском районе мы пока предполагаем только регистрацию. У нас единственная усадьба, насколько мне известно, это в Афрянове. Она находится в хорошем состоянии. И насколько это будет востребовано, жизнь покажет. Но в задумках по регистрации брака именно в этой усадьбе такие задумки есть. Мне хотелось бы здесь немножко акцент добавить, что выездная регистрация предполагает регистрацию именно в тех уже обозначенных, утверждённых местах. Потому что законодательство предполагает регистрацию брака только в органах ЗАГС. И только в случае вот таких особых проектов, когда подтверждено уже определённым нормативным актом, таким как постановление правительства Московской области, регистрация может произведена в другом месте. Поэтому желание наших граждан, которые выездную регистрацию понимают, как выезд в ресторан, где они проводят свадебное торжество... Об этом надо забыть. Нет, это немножко другая уже история. Никогда не забывайте, что государственная регистрация брака, она потому и называется государственной, что она должна проходить всё-таки в государственном учреждении. Ну и напоследок, уже последний вопрос, к сожалению, нам нужно заканчивать. Опять же поговорим о свадьбах, но уже не о молодожёнах, а, если можно так выразиться, старожёнах. Я имею в виду участвование юбиляров золотых, бриллиантовых, то есть 50- и 60-летний старший, мы как-то отмечаем это у нас? Безусловно, это те пары, которые достойны того, чтобы их честовали и поздравляли на уровне как управления ЗАГС, так, наверное, и всего района. Я всегда призываю в своих выступлениях, чтобы те супружеские пары, которые предполагаются отмечать юбилей вот в предстоящем 2016 году, не забыли напомнить о себе. Потому что крайне сложно вести такую статистику. Я вам напоминаю, что прежде всего вы должны подать заявление о предстоящем событии в Щёлковское управление социальной защиты. Через именно управление социальной защиты производятся выплаты губернаторские по вот этим 50-ти и так далее юбилеям. А те пары, которым хотелось бы отметить такое событие в стенах органа ЗАГС, мы всегда их рады видеть в своём учреждении. Мы проведём церемонию, мы поздравим юбиляров, мы предложим им традиционный бокал шампанского, примем их вместе с их детьми и внуками. Очень красиво проходят такие церемонии в нашем учреждении. Ну и, безусловно, мы всегда поздравляем такие пары в Российский день семьи, любви и верности 8 июля. Большое спасибо, Галина Петровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была начальник Щёлковского управления запсяктов гражданского состояния, главного управления ЗАГС Московской области Галина Авдеева. Смотрите нас каждый вторник на телеканале. Щёлковский. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»